Здравствуйте, друзья! Это программа «Звезды русского мира» и я, Наталья Черных. Завораживающий голос этой певицы любят слушать и моряки-подводники, и студенты, и просто любители душевного жанра русского романса. Обладатель титулов «Национальное достояние России» и «Восходящая звезда русского романса» певица Ирина Крутого сегодня наш гость. Ирина – лауреат многочисленных фестивалей, обладатель множества почетных титулов и званий, которые принадлежат ей по праву. Но главное, наверное, не звание и титулы, а огромная любовь зрителей и слушателей, которые всегда с нетерпением ждут выступления любимой певицы. Ирочка, добрый день! Добрый день! Здравствуйте, у вас. Только что был Красноярск. Расскажите, как там в Красноярске вам пелось? Чудесно пелось, учитывая какой там замечательный коллектив, с которым уже достаточно долгое время мы сотрудничаем. Мы подсчитали, получается, что в 11 лет уже мы общаемся, и несмотря на долгое расстояние, всё равно контакт остался близким. Сила там удивительная, да? Да. То есть там какая-то энергетика просто... И погода сложилась, всё сложилось как нельзя лучше. Я вот о чём хотела вас спросить. Вы по рождению казачка, да, родились на Дону. Вот в представлении русского, российского человека казачка – это женщина такая мощная, статная, с красивым голосом, с красивым лицом, и которая в случае необходимости может дать отпор. Ну, если необходимость возникнет, я думаю, что да, сможем. А вот теперь вопрос. В какой мере вот этот характер, а он есть совершенно точно, потому что за внутренней, вернее, за внешней такой мягкостью, женственностью и, может быть, хрупкостью даже скрывается очень мощное стержание. Это хорошо видно и на сцене слышно. Вот в какой мере это влияет всё-таки на судьбу в физице? Вы знаете, мне кажется, как раз для того, чтобы сегодня быть мягкой и женственной, вот как раз вот эта сила и нужна. Потому что быть такой и в жизни – это, наверное, сегодня очень так повседневно даже, потому что сегодняшняя женщина, она вынуждена быть всё время в таком собранном и даже чрезмерно собранном состоянии, и брать на себя много разных обязанностей. А чтобы сохранять вот эту мягкость и спокойствие, мне кажется, вот тут как раз и проявляется сила. У вас очень серьёзный, насыщенный концертный график. Как вот поедаете секрет выживания в такой ситуации? Потому что нужно выглядеть, нужно улыбаться, нужно быть одетой, нужно хорошо двигаться. Но я понимаю, что это профессионализм. И всё-таки? Сложно сказать, потому что иногда тоже так и руки опускаются, и думаешь, как ещё, где взять силы. Но на самом деле ты ставишь себе в мыслях, что у меня вот это, вот это, вот это событие, и я не имею права ни сдаваться, ни заболеть, ни так далее. И поэтому, да, всё время в строю. Ир, ну всё время вас представляют как певицу русского романса. На самом деле ваш диапазон ведь шире гораздо. Это и эстрадная песня, это вся лирическая песня XX века. Вот где проходит эта грань? Я правильно понимаю, что и русский романс, и русская капельная песня, и русские эстрадные, это всё вот одна большая русская песня, да? Ну, в общем, да, большая душа. Да, это без сомнения. Ну, тогда мы, наверное, время петь сейчас обозначим и попросим вас исполнить вот эту самую песню. Эх, Андрюша, нам любить печали. Это тоже один из секретов, понимаете? Да, да. Некогда. Да, поём. Эх, путь дорожая, свинимая гармошка, Взгляни, как сияют нам звёзды над рекой. Парни лихие, девчата огневые, Все заговорят наперебой. Эх, Андрюша, нам любить печали, Не прячь гармоник рай на все лады. Поднажми, чтобы горы заплясали, Чтоб зашумели зелёные сады. Ой, Андрюша, так, чтоб среди ночи Промчался ветер кудрить ребят. Поиграй, чтоб ласковые очи Не спрося, взглядели на тебя. Эх, путь дорожка, закрытая окошко, Не выйдет, не встретит девчоночка тебя. Горькое слово сказано черноврово, Сердце нет ответного огня. Эх, Андрюша, нам ли быть печали, Не прячь гармоник рай на все лады. Поднажми, чтобы горы заплясали, Чтоб зашумели зелёные сады. Пой, Андрюша, так, чтоб среди ночи Промчался ветер кудрить ребят. Поиграй, чтоб ласковые очи Не спрося, взглядели на тебя. Эх, путь дорожка, ещё ровней немножко Вернулась девчонка, улыбки не тая. Здравствуй, Андрюша, пришла тебя послушать И запела, милая моя. Эх, Андрюша, нам ли быть печали, Не прячь гармоник рай на все лады. Поднажми, чтобы горы заплясали, Чтоб зашумели зелёные сады. Пой, Андрюша, так, чтоб среди ночи Промчался ветер кудрить ребят. Поиграй, чтоб ласковые очи Не спрося, взглядели на тебя. Поиграй, чтоб ласковые очи Не спрося, взглядели на тебя. Ир, вот я сейчас о чём думала, когда вы пели. Замечательные песни, прекрасные. Эти песни пели наши бабушки, наши мамы. А вопрос-то вот в чём. Публика московская и публика, предположим, красноярская. Вот есть какое-то в ней отличие? Я имею в виду возрастной ценз, так скажем. Или это всё те же, там, 50+, 60+. Отрадно осознавать и видеть, и замечать С каждым разом всё больше молодых лиц в зале, Которые невероятно живо реагируют на эмоцию, Они реагируют, которая звучит в этой всей музыке. Вот, на первый взгляд, незамысловатый, Какой-то уж очень такой простой. Но этого как раз так сейчас не хватает. И поэтому они тоже всё это чувствуют. Просто не всегда легко им найти эти все ниточки информативные, Где можно вдруг напитаться вот такими эмоциями. Но у меня впечатление, что всё-таки в Москве с этим хуже обстоит. То есть старшая публика. Галина Сергеевна Преображенская всё время об этом говорит. Что в зале зрители, так скажем, возраста плюс. У меня тоже было впечатление, что, допустим, там где-нибудь в Иркутске Молодёжь сидит в зале, с удовольствием слушает эти песни, И потом выбегают на сцену. Ну, Москва ведь, она ведь и присыщена огромным количеством событий. И поэтому борьба за молодёжь идёт не на шутку. Поэтому, конечно, они выбирают зачастую что-то иное. Но те, которые однажды попадают к нам в зал, Счастье понимает, что они уже с нами. Мы говорили уже с вами на волнах русского мира О юбилеях Пахмутовой и Людмилы Георгиевны Загиной. Всё-таки я хотела бы, чтобы два слова вы сказали, Но так для тех, кто, может быть, не слышал. Потому что это были мощные события. Это были 90-летия двух гигантских абсолютно для России значимых женщин. Да, это удивительные вообще личности, конечно. И Александра Николаевна, дай бог, ещё долгих-долгих лет счастливых и продуктивных. Да, потому что я не знаю ещё сегодня таких современников, Которые бы настолько были плодотворны в своём творчестве И востребованы в любом, в общем-то, возрасте. И это счастье. И, конечно, это были такие замечательные концерты, большие, Которые включали в себя огромное количество исполнителей. Потому что не прикоснуться к этой музыке, Невозможно. Желание велико. И, соответственно, участников тоже много. И в Кремле был концерт посвящения Людмиле Зыкиной. Совершенно тоже невероятного масштаба праздник. И замечательно, что такие концерты существуют и продолжают быть. Дай бог, что они были. Даже музыканты очень многих песен не знают. Я вот свидетель того, что приходят люди и говорят, А это что, это пахнет? Как пахнет? А это вот тоже Александр Николаевич. А это вот из репертуара Зыкиной. Я счастлива, что мне удается вот такие вот как раз произведения Доставать и сегодня открывать для многих. Потому что многие действительно удивляются, потому что не знают. Причем понимаешь, что там, допустим, в детстве, в юности Ты не мог это постичь, этого постичь, осознать И вот через свою душу пропустить. А сейчас, боже, эта красота-то какая. Ирочка, я хочу попросить, чтобы вы спели тайну, любимую многими. Любимую многими, да, и мной в том числе. Да, удовольствие. С удовольствием. Отчего ты спросишь, я всегда в печали? У меня есть сердце, а у сердца без его. У меня есть сердце, а у сердца без его. У меня есть сердце, а у сердца без его. Уходит песня без песня, а у песни тайна. Тайна это ты. А у песни там Тайна эта ты Спасибо, эта песня год от года становится все прекрасней Это правда И когда слушаешь такое вот ощущение, могу ли я, а имею ли я право посягнуть, да, испеть это, исполнить Когда столько замечательных исполнителей до тебя ее пели Я напоминаю, друзья, что у меня сегодня в гостях певица Ирина Крутого Ир, и я хотела бы поговорить с вами вот о чем еще 75-летие победы грядет Это очень важные даты, но это понятно, да, и что все к ней готовятся, и многие уже и готовы Что в вашей жизни планируется, вот где вы выступаете, что происходит, знаете ли уже? Уже знаю, потому что уже не первый год, 9 мая у меня непременно состоится сольный концерт В прошлом году это был Ижевск, в этом году будет Сыктывкар И моя программа «Война глазами женщины» с оркестром снова стихи и песни Расскажите немножко, что войдет в нее Много, конечно, песен, и много не вошло, потому что такое количество музыки написано, безусловно, и в то время, и после, потому что эта тема Она не проходит мимо, и она останется в наших сердцах даже у тех, кто никогда, может быть, до конца не осознавал, что это такое Мы рождены уже с этой памятью, об этих страшных событиях Конечно, Катюша победная, конечно, Андрюша, чтобы в минуты горести все равно можно было подумать о чем-то светлом и радостном Песни женщины и, конечно, баллады о матери Огромное количество песен и, безусловно, моя любимая, одна из любимейших песен, которую я обожаю, которую я не знаю Она вызывает такое какое-то особое тепло, огонек, такой простой И всеми любимый, и знакомый, но почему-то именно эта песня вызывает какие-то совершенно неповторимые чувства Борис Микраусов, Михаил Исаковский, Огонек, поют Ирина Круг На позиции девушка провожала бойца Темной ночью простилась она на ступеньках крыльца И погода туманами видит тьма как паренек На окошке на девичье все горел огонек Парня встретила славная трендовая семья Судьбы товарищи, судьбы друзья На знакомую лицу позабыть он не мог Где ж ты, девушка, меня, где родной И подруга далекая Парню весточку шлет Что любовь ее девичья Никогда не умрет Все, что было загадано В свой исполнится срок Не погаснет без времени Золотой огонек И спокойно и радостно А душа улыбается От такого хорошего От ее без лица И врагу ненавистного Крепче пьет парня За советскую родину За родной огонек За любимую родину За любимую родину За любимую родину За любимую рогонку Прекрасная песня Спасибо Ирочка, и остается времени совсем немного Я не могу не спросить про романсиаду, потому что в вашей жизни романсиада совершенно особое место занимает. Совершенно верно. И Галина Сергеевна Преображенская, дай бог, есть здоровье, чтобы она все это делала и делала, и делала, и собирала, и организовывала. Ваша романсиада, она какая сегодня? События, конечно, невероятные. То, что делает Галина Сергеевна со всего мира, в буквальном смысле, ничуть не преуменьшая, не преувеличивая, со всего мира приедут исполнители, и будет звучать русский романс. Во всем его многообразии, невероятная палитра. Это в Кремлевском дворце съездов, причем я надеюсь, дорогие друзья, что теперь это будет всегда, потому что Всемирный день русского романса все-таки учрежден. Да. И всегда в начале февраля, по-моему, как-то это было в конце января, но это все равно вот вокруг этих дат. Да, последняя суббота, но там вот получается, да, она немножечко варьируется. Это очень интересно. Опять же спрошу насчет возрастного ценза, да, очень молодые ребята, там 17 лет, по-моему, 17-20 лет. Молодеет, романсиада молодеет. Хорошо ли это? Или это не хорошо и не плохо, а просто это займет? Я думаю, что это данность, да, но тот факт, что молодые исполнители интересуются этим жанром, я думаю, что это хорошо. Даже если что-то на первых каких-то, в первых попытках может не до конца срезонировать в их сердцах, но я думаю, что романс дает какую-то очень важную и такую серьезную базу, и в том числе, опять же, для поиска собственных возможностей и вокальных, и душевных. В общем, я думаю, что это хорошо. Дай бог, чтобы вы много лет еще были, пели, звали, организовывали. Ир, я знаю, что появилась в Москве новая камерная площадка на базе театра Вахтангова. Вот расскажите, пожалуйста, о ней, потому что я знаю, что у вас концерты там бывают. Да, это очень уютное пространство, такое особенное, потому что, опять же, под крылом театра, естественно, оно обладает какой-то такой особой атмосферой. Это арт-кафе в театре Вахтангова. Оно достаточно камерное, уютное, и русские романсы и лирическая песня прекрасно там звучат и воспринимаются совершенно замечательно. И звук прекрасный, и свет. Уже освоенная площадка, да? Ну, артисты театра вообще там регулярно, потому что это, в общем-то, для них, их вотчины, они там, по-моему, еженедельно практически там проходят мероприятия артистов театра, они поют, творческие вечера и так далее. Артисты именно вокального жанра пока допущены в малых количествах. В ограниченном, так сказать. Да, нам выпадает такая радость вот в таком формате тоже звучать. Это тоже интересно, это совершенно другой опыт. Следите, друзья, за рекламой, потому что у Ирины Крутовой бывают там концерты, и это очень интересно, потому что камерный жанр, он в сердце каждого русского, российского человека, занимает особое место абсолютно. Да, и, конечно, дипломатический зал Кремля, это тоже совершенно другое восприятие, потому что это не тот большой зал, где многотысячный, да, вместимость. Вот, он тоже, опять же, камерный, и тоже будут там концерты. У Галины Сергеевны вообще там большой, можно сказать, абонемент, потому что она представляет многих лауреатов, к счастью, их все больше и больше с каждым годом, вот, и талантливейших людей, и всех там можно увидеть, услышать. В общем, следите за нами. Ир, и последний вопрос, который я успею сегодня задать. Очень часто спрашивают молодые люди и не очень молодые, что надо сделать, чтобы научиться петь, с чего надо начать? Надо начать петь. Это понятно, куда идти? А потом будет понятно, в каком направлении, в какую сторону, и что нужно конкретно делать. Поэтому, ну, это, безусловно, всегда говорят, индивидуальный подход. Так и есть. Нужно действительно найти какого-то своего человека, который тебя услышит, поймет. Учите своих людей. И откроет, что тоже немаловажно, ведь все-таки психологическая составляющая, общение, отношения, это тоже такой важный момент. Я благодарю вас. Это была программа «Звезды русского мира». У нас в гостях была сегодня Ирина Крутова. Спасибо. Я, Наталья Черных, прощаюсь с вами до следующих встреч. Звучали всем знакомые, всеми любимые действительно романсовые шедевры. И вот сейчас это и старинный, достаточно уже шедевр, это 1938 год, музыка Дмитрия Шостаковича. А стихи написала Дарья Поленова только что, неделю назад, и посвятила звезде русского романса Ирине Крутовой. Романс «Русский бал». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ПЕСНЯ 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 Вон как в квартире В зеркалах полутемные звалы Ах, юнки, рад Лишь войну не любовь бы узнали Взрывом скревоженный Вспыхнет хрусталь И немыслимо бы звучительно расставаться Как давно не было всего только бы дождаться Как утихнет все наконец и не грянет салф Ах, юнки, рят Т organised ПЕСНЯ ПЕСНЯ Вдох Но в пары загружаться, Лишь бы только не умолкал, Лишь бы продолжался. Этот вальс, несравненный вальс, Этот русский вальс. Ирина Крутова из шоу-балет «Валерий». АПЛОДИСМЕНТЫ